Катрина Олсен-Нордстрюм, 1865-1916. Прибыла чужой, почила среди друзей. Катрина открыла глаза, когда над духом раздался голос мужа. — Катрина, ты меня слышишь? — Ты мне снишься, лордер? — Нет, милая, вот он я. Долгожданное счастливое воссоединение свершилось. — Ой, прямо не верится, — выдохнула Катрина. — Какая прелесть вокруг! Я снова вижу изумительное небо, облака, звезды. Я даже не припомню такой красоты. — Ну что, хорошее место я выбрал? — О, да. — Да чего же я рад, что мы снова вместе? — Я тоже. Я скучаю по детям. Но знаешь, о чем я просто истысковался? — Нет, о чем? — О наших беседах. Слушал бы тебя бесконечно. Чудный миг. Они вдвоем и вновь безмерно счастливы. И тут вдруг чей-то голос произнес. — Здорово, робятки! — Это еще кто? — скинулся лордер. — Покойник Эвандер Дж. Чапмен. — ответил скрипучий мужской голос. — Где вы? — Да, Эван, слева от вас. — Господи, боже мой, давно вы здесь? — С июня 1854-го. — Как оно, давно? — Безрядно. — А чего вы раньше-то молчали? — Так оно, видишь ты как, мистер. Вы ничего не говорили, но и я помалкивал. — По правде, я и не ведал, что могу говорить, покеда не услыхал, как вы здоровкаетесь с вашей хозяйкой, — сказал незнакомец и вежливо добавил. — Мое почтение, мэн. — Здравствуйте, мистер Чапмен, — ответила Катрина. — Меня зовут Катрина Нордстрем, а это мой муж Лордер. — Наша вам, мистер Нордстрем. Польщен знакомством. — Здравствуйте. — Так вот, сэр, в 54-м охотился я тут на бобра и андатру, да напоролся на индейца. С той поры я здесь и очень рад обществу. — А вы как сюда попали? Меня-то стрела проткнула, прям вот скрозь печенку прошла. — Ой, какой ужас, мистер Чапмен, — посочувствовала Катрина. — Да уж, мэм, индеец тот подкрался, стрельнул и был таков. А нашел меня мой напарник, старый канадец из Квебека. Лежу я подстреленный, да скальпированный. Глянул он на меня и говорит. — Ты давай, мол, помирай с концами, а я через день-другой вернусь и тебя похороню. И ушел. Ох, и костерил же я его. Струсил сволочь, бросил меня на растерзание грифом. Не зря я ему не доверял, пьяни подзаборный. Но старый эндатканадец выказал себя истинным христианином и отчинно мне услужил. Слово сдержал, вернулся. И честь честью похоронил меня на энтом холме, даже какие-то слова сказал. Он был французский канадец, так что я ничего не понял. Наверное, просил не серчать на него. Когда лордер с Катриной оправились от потрясения, неожиданным соседством, мистер Чапман поведал, что родом он из Кентукки и состоит в дальнем родстве с Джоном Чапманом, больше известным как Джонни Яблочная Семечка, который бродяжничал по Дикому Западу с запасом яблочных семян и повсюду сажал яблони и предлагал всем семена, убеждая, что охотничьего промысла человеку недостаточно. Еще он рассказал, что в его время в этой части Миссури были непроходимые леса. — А медведи здесь водились? — спросила Катрина. — А то раза два на дню непременно встренешь. — А пумы? — Был случай, одна на меня как прыгнет, а я свернулся клубком, и она оторопела. Всего меня исцарапала да искусала, но опосля плюнула и ушла. — Индейцев тут много жило? — Вот это не скажу, миссис. Я видал лишь одного, что смылся с моими шкурками, моей лошадью и моим скальпом. — Наверное, я должен перед вами извиниться, — мистер Чапман сказал лордер. — Я не знал, что кто-то здесь уже похоронен, иначе отвел бы вам участок. По-моему, сейчас ваша могила на семейном участке линквистов. — Я вовсе не в претензии, мистер Нордстрюм. В компании оно веселее. Вот хорошо бы дамочки тут-то появились. Я здесь и видал одну красотку. Частенько приходит ухаживать за ивами. — А, это Бёрди Свенсен, — сказала Катрина. — Я, знаете, любитель женщин. Шибко по ним соскучал. — Вас подстрелили еще молодым? — спросил лордер. — Дайте-ка вспомнить. — Нет, не так, чтобы очень на молодым. Сейчас-то мне, я думаю, годков сто с лишним. Когда лордер и Катрина рассказали о нынешнем дне Миссури, мистер Чапман недоверчиво сморщился. — Без лошадные экипажи и свет по щелчку. — Вы меня дурите, мистер Нордстрюм. — Нет, сэр. — То бешповоздка катит сама по себе без лошади, мулы и быка? — А? — Верно, сэр. — Да на какой же тяге? — На бензиновой. Мистер Чапман задумался. — Никогда не слыхал об энтекой. Лордер безуспешно попытался объяснить, что такое электричество. — Слова вроде знакомые, но уразуметь не могу, — заметил мистер Чапман. — Не для моих это мозгов. Лордер решил умолчать об аэропланах, чтоб до смерти не напугать собеседника. — Не огорчайтесь, мистер Чапман, — жалившись над бедолагой, вмешалась Катрина. — Со мной то же самое. Я не понимаю, откуда берется электричество. — Кто нынче у нас президент? — меняя тему, спросил мистер Чапман. — Вудре Вильсон, — сказала Катрина. — И что, хорош он? — Кто их разберет, сэр? Время покажет. — Последний раз я голосовал за Франклина Пирса. Как он преуспел? — Не знаю. Меня тут еще не было. — Ах, Эван, как! Эти трое не знали, что был и четвертый обитатель Тихих Лугов. Чуть в стороне покоился индеец Осейджи, которого занесло на холм наводнением 1715 года. Он услыхал разговор нашей троицы, но не распознал в нем человеческую речь. Решив, что стал свидетелем птичьей свары, индеец повернулся на другой бок и вновь погрузился в сон. После знакомства постояльцы Тихих Лугов встречались часто. Катрина и Лордер охотно внимали рассказам мистера Чапмана о его приключениях охотника и первопроходца. Они так и не поняли, был ли он мастером небылиц или вправду участником невероятных событий. Но слушали увлеченно. — Могете не верить, но служил я под началом самого легендарного американского генерала Кита Карсона, который много лет прожил среди индейцев. Расточком он не вышел, однако свет не видывал человека лучше. Начал очередную байку мистер Чапман и по обыкновению сразу перескочил на другую тему. А вот еще интересная история. Вы же рубятки-шведы, верно? — Да, оба. Ну, так я и думал. Уж повидал я вашего брата. Но, знаете, не встрянул никого прекраснее сладкоголосой шведки мисс Дженни Линд, оперные дивы, прозванные шведским соловьем, кого живьем видел в Теннессе. Помню, как сейчас. Было это в апреле 52-го. Мужики съехались со всей округи, чтобы глянуть на нее. Мало пупок не развязался, покуда доставал ей билет, однако ж раздобыл. Место досталось и на галерке, но это мелочь. Пела она точно сирена. А уж Инти и ее золотистые кудри, так как росавицы, глазам смотреть больно. Но чисто ангел небесный аж по сию пору в себя не приду. Право слово, сэр, то был лучший день в моей жизни. И знаете что? С Интием воспоминанием и помирать-то было легче. Катрина гадала, вправду ли он видел Жене Линд, и что сказала бы знаменитая оперная певица, зная она, что человек, почти 70 лет назад побывавший на ее концерте, считал это главным событием своей жизни. А потом в один прекрасный день мистер Чапман сгинул, ни словом не уведомив и даже не попрощавшись. Катрина и Лордер его окликали, но он не отзывался. Просто исчез, оставив их в полном неведении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok